Свято-Успенский женский скит подворья Свято-Троицка Сергия Ивановна. Очень интересная история этого места. С ним связана масса легенд, в том числе и с Куликовской битвой. В одной из них рассказывается о его имени Епифании, который пославлял в то время существовавший мужской Успенский монастырь. И он, наподобие Сергия Радонежского, отправил своих лучших иноков в войско Дмитрия Ивановича Донского. Астам остался здесь и дождался встречи с польским князем Егайло, который следовал на помощь к Мамаю на Куликово поле. Задержал их, сказав им, что ни русских, ни тазарских войск здесь не было. И, в общем-то, открыл им всех погреба, угощал их различными явствами и винами. А когда через два дня Егайло узнал, что на Куликовом поле битва закончилась победой русских, то приказал казнить игумена Епифания путем усекновения главы. Считается одна из версий, что, согласно этой легенде, название Епифания происходит именно от игумена Епифания, героя. По документальным свидетельствам мы узнаем, что впервые Свято-Успенский монастырь упоминается в конце XVI века. Был он мужским. В первое время имел небольшие земельные владения, которые позже были утрачены. Они вошли в состав образованного Богородицкого уезда. Но в 1764 году, во время секуляризации архиерейских монастырских церковных земель во времена царствия Екатерины II, монастырь Епифания прекратил свое существование по малочисленности братьев. И церковь была преобразована в обычную приходскую. Ее приход образовался постепенно. В конечном итоге максимальное число прихожан насчитывало не более 800 человек. В первой половине 30-х годов церковь закрыли. С 1942 по 1958 год в ней находился Епифанский музей. Затем, после его закрытия, церковь запустилась. Сначала разобрали на собственные нужды ограду, а потом и частично храм. В том числе не было, полностью отсутствовала трапезная часть церкви. И вот, наконец, в 2003 году директор музея заповедника Куликова Бой Вадим Петрович Гриценко, бывший глава администрации Епифания Вадима Константиновича Сокин, уговорили архиепископа Феогноста, архиепископа Сергеева Посадского заехать в Епифане. Когда он зашел на Федосино городище, огляделся вокруг, увидев все эти просторы верхнего дона, то решительно сказал, храм будет восстановлен. И вот уже это происходило в марте месяце, в мае месяце сюда приехали первые монахини. Монахиня-настоятельница этого скита, монахиня Матушка Фекла и еще двое монахинь. С них как бы началась и служба. Уже 28 августа, на день успения Божьей Матери, здесь проводилась первая служба. Восстановление шло сравнительно быстро. И можно сказать, что в 2010 году, в 2008 году он уже полностью был восстановлен, а в 2010 году уже полностью появилась ограда, выгрузили колокола на колокольне. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ